Тема часа. Карта таможенной инфраструктуры и какие плюсы для железной дороги. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, расскажите об этом проекте. Зачем понадобилось создание такой карты таможенной инфраструктуры? Что это такое? Это какой-то там визуальный формат, это некая презентация, это некая будет карта, на которой будут точки дислокации, где можно сегодня в онлайн формате оформить какие-то таможенные документы. Что это и зачем это? Ну да, вы хорошо, кстати, себе визуализировали данный проект, но мы с коллегами поняли то, что в процессе таможенной перевозки грузов у наших клиентов существует проблема управленческой разделенности железнодорожных структур, которые входят в этот общий процесс перевозки. И клиенту приходится затрачивать значительные усилия, чтобы это сшить как бы в единый управленческий процесс. Мы решили на первом этапе нашего проекта как бы сэкономить данные усилия клиентов и предложить для рассмотрения проект цифрового клиентского сервиса карты таможенной инфраструктуры, которые участвуют непосредственно в таможенной перевозке грузов. Это бы сэкономило значительно усилия клиентов в коммуникативном компании и могло бы нам позволить получать оперативно-качественную управленческую информацию менеджерам любого уровня о конкретном заказе. Учитывая внедрение CRM проекта в холдинге, это позволит вообще контролировать полностью процесс международной перевозки от получения заказа до выполнения его какими-то включенными структурными подразделениями и дочерними зависимыми обществами компании. Нужно понимать, что если предыдущее поколение клиентов как бы нормально в старых форматах могло взаимодействовать, то для нового поколения клиентов, которые воспитаны уже в новой экономической реальности, в реальности цифровой экономики, для них необходима разработка новых форматов коммуникации и взаимодействия. И мы как бы движемся именно в этом направлении. Кирилл, задачи вот этой интерактивной карты. Во-первых, почему она интерактивная? Почему нет достаточно бумажной сегодня информации на каком-то носителе? Еженедельная почтовая рассылка. Почему она интерактивная? И скажем так, вот дорог всего 16 сегодня в холдинге российских железных дорог. То есть это будет на каждом полигоне. Какая зависимость здесь вот этой интерактивной карты от расположения там пункта пропуска на сети? Мы когда начали изучать возможности компании в предоставлении таможенных услуг и таможенной инфраструктуры, мы сами удивились, насколько большие возможности. У нас порядка 300 зон таможенного контроля, 12 складов временного хранения, и все это не видим в интерактивном формате ни мы, не клиент. И проект подразумевает создание маркетплейса, то есть некого общего, общей карты, на которой будут представлены все возможности холдинга по осуществлению таможенной деятельности наших клиентов. То есть клиент будет заходить на портал карты и будет видеть конкретно по определенным участкам, по станциям назначения, какие возможности существуют у холдинга на том или ином участке по реализации его внешнеэкономического проекта. В настоящий момент он вынужден заходить на разрозненные сайты, либо искать информацию на портале компании. Ну то есть это достаточно длительная история. То есть клиенту, новое особенно поколение клиентов, они хотят все видеть в едином цифровом формате с возможностью выбора услуг, с возможностью выбора поставщиков услуг, и мы готовы будем это предложить в этом проекте. Вы сказали, это некий такой marketplace. У современного общества, безусловно, есть представление такой площадки. Смотрите, когда я на нее захожу, я вижу диапазон цен разбросок. Я понимаю стоимость данного товара, я понимаю в какой точке дислокации, сколько он стоит, сколько будет мне стоить доставка. С точки зрения вот таможенной инфраструктуры, железнодорожной. Здесь marketplace какую дает информацию клиенту? Он будет понимать, сколько стоит оформление, перевозки его груза. Какая информационность здесь? Используя формат marketplace, клиент может выбрать, во-первых, те услуги, которые ему необходимы. То есть не всегда все услуги, которые представляет компания РЖД, необходимы клиенту в конкретной поставке. Клиент может в зависимости от своего внешнеэкономического проекта зайти в калькулятор услуг, выбрать необходимые услуги, получить предварительный расчет этих услуг, получить затем окончательный расчет этих услуг, понять экономику проекта и вообще понимание, стоит ли реализовывать тот или иной внешнеэкономический проект или есть какие-то другие возможности. Также, используя CRM-систему, мы предполагаем, что клиент может отправить заказ всем участникам его внешнеэкономического проекта, кто непосредственно оказывает эти услуги. Кирилл, а кто участники и организаторы этой перевозки? Смотрите, у нас же есть коммерческий блок, мы берем ЦФТО и территориальный ЦФТО. Мы берем экспедиторы, операторы, владельцы инфраструктуры, тяги. Как они все? То есть там будет ряд участников, которые каждый будет обозначать ту или иную цену за предоставление своих услуг. Как все это калькулируется вообще в принципе? То есть вот на этой площадке карты вот этой таможенной инфраструктуры интерактивной, то есть будет даваться какой-то единый ценник, единое предложение услуг. Как все эти разрозненные игроки, о которых Вы ранее сказали, что сегодня очень много документов и клиент в них теряется, возможно, как они все взаимодействуют на этой площадке? Ну, на этой площадке взаимодействуют, ну, как правило, это те, кто заключает договор перевозки. Договор перевозки заключается в ЦФТО у нас, либо в территориальных ЦФТО. Дирекции по управлению терминально-складским комплексом, которые оказывают услуги складов временного хранения, услуги зон таможенного контроля, погрузо-разгрузочной операции. То есть это представление их услуг. Ну, и компании таможенный представитель. У нас есть дочерняя компания РЖД Логистика, которая оказывает услуги по таможенному оформлению. То есть будут представлены также и услуги РЖД Логистики на данной карте. На данный момент это все проектная работа. Когда можно говорить о некой пилотной истории? Ну, на данный момент это действительно мы как бы используем гибкую методологию проектирования, agile подход. И, в общем, мы пока на первоначальном этапе понимания, какое наполнение может быть внутри карты таможенной инфраструктуры. И нам необходимо реализовать пилотный проект до конца 2021 года. А почему необходимо именно до конца этого года? Такую задачу нам поставило руководство, и мы к ней стремимся, к выполнению данной задачи. Реализовывая эту задачу, вы проводили опрос именно грузоотправителей? Насколько было бы им это удобно? Какую информацию они хотели бы оттуда черпать? То есть они были в вашей фокус-группе? Запросы их учитывались? Да, безусловно, ряд грузоотправителей мы опросили, и мы сейчас проводим данную работу. Ну, поскольку у меня есть значительный опыт работы вне компании РЖД, и я, по сути, являлся клиентом по таможенным услугам. Вам хорошо, понятно. Что требовать? У меня есть более 10 лет опыта, да. И я, когда проектировал и, в общем, подавал данную идею, я, прежде всего, опирался на свой опыт, и что бы я хотел изменить в компании, пытался ответить на этот вопрос. Отлично. Спасибо вам большое, потому что действительно важно, что вы были по ту сторону баррикад, что вы потребляли эту железнодорожную услугу, и, действительно, теперь вы можете понимать, а что же там самому клиенту надо, потому что, как было сказано много лет назад, клиент все-таки король на железной дороге. Спасибо огромное, Кирилл, вам за это интересное интервью. Надеюсь, что, когда уже будет какая-то пилотная история, мы обязательно с вами встретимся, опять же, в онлайн-формате и обсудим уже какие-то детали, тонкости, начало работы этого масштабного проекта. Спасибо большое и удачи и успехов!